19 часов и 4 минуты в российской столице, это Финам-ФМ у микрофона Юрия Пронько и ежедневная вечерняя интерактивная программа «Реальное время». Сегодняшняя моя гостья не нуждается в специальном представлении, но то, чем она занимается в повседневной своей жизни, резко актуализировалась и повлияла на это. Погода, как-то не странно на самом деле, прибавилась не просто работы, а сегодня мы будем говорить о бедных, о нищих, о больных, о тех, кто потерял, возможно, надежду на будущее. Но есть люди, которые им помогают, и произношу я это абсолютно без пафоса, сегодня у нас в гостях в «Реальном времени» Елизавета Глинка, известная также всем, как доктор Лиза Ратвить. Добрый вечер. Здравствуйте. На самом деле, сильно работы сейчас прибавилось из-за этих невероятных холодов здесь, в Москве? Говорят, это наблюдается не только в столице, но и вообще в целом по стране. По стране не отвечу, да, но в конкретном, центральном административном органе работа резко прибавилась, появились обмороженные и обожженные, как всегда, в этот сезон, и люди, которые просят теплой одежды. Почему-то вот повседневная работа заключается. Вот просто хочу понять, потому что я, когда спускаюсь в метро, я же вижу, вот, знаете, эти тепловые панели, да, там люди греются. Люди видны с какой-то очень непростой судьбой. Я сейчас, Елизавета, подбираю слова, потому что, проходя мимо, люди испытывают определенные чувства. Боюсь, что они всегда положительные. И даже, скорее всего, отрицательные. Ничего страшного. Вот я сейчас хочу просто понять, вот, повседневно на работе, вот в чем это заключается? Их надо кормить, их надо поить, их надо обогреть, им надо предоставить медицинскую, медицинские услуги. Вот это вот все? Надо найти их родственников, надо узнать, при каких условиях они оказались на улице, было ли жилье, почему оно утрачено, есть ли мать, где домовец ли, есть ли дети, чем болен, где сидел, какие особые приметы. То есть целое досье. Да, говорят правду. И есть те, которым, вот сегодня один пришел мужик и говорит, он все надоело, он дико заикался, сказал, надоело. Он путешествовал, он странствовал. Большинство из них, они не странствуют, а большинство из них это люди, приехавшие сюда на заработки, которым говорят, что, да, это регионы, это Воронежская, Саратовская, Поволжье едет к нам, видимо, там нет работы. В строительных бригадах и так далее. Вот. И поскольку изымаются документы у нас работодатели определенные, они забирают у них паспорт, то... А разве они не имеют право на это? Ну, конечно, нет. У этих нет права на работу в Москве, понимаете, вот, поэтому здесь это ужасно говорить, но они друг друга нашли. В общем, они, знаете, нет у нас вот законодательных... У нас же есть до сих пор вот этот ужасный институт регистрации и прописки, который вообще, ну... А вы знаете то, что большинство россиян его поддерживает, этот институт? То есть, если провести сейчас опрос среди москвичей, такие опросы проводились. Абсолютное большинство за то, чтобы вот эта прописка московская... А что она дает? Нет, я с вами согласен. Понимаете, это же иллюзия, они как птицы. Я поясню свою позицию. Вы знаете, я тут в эти выходные был на одном из федеральных каналов, мы обсуждали, казалось бы, иной вопрос. Это прогрессивная шкала налогообложения, да? А вот в нашей стране, я пришел к выводу, не нужны ни богатые, ни бедные. А вот есть некая масса, да, которые, скажи, хочешь быть богатым, хочешь быть успешным, хочешь быть здоровым? Скажешь, да. А для детей хочешь, да. А хочешь прогрессивный налог? Да. Потому что эти сволочи когда-то там что-то натворили. А вот у нас сегодняшний с вами разговор, он с точностью, да, с другого ракурса. Или эти люди кому-то нужны? Вот эти несчастные, простите, вонючие, простите, обездоленные, ненакормленные. Ну, конечно, нужны. Они нужны своим родственникам. Вот. Они нужны нам, в конце концов. Они нужны каким-то храмам. Есть же... Не одна же я помогаю. Вот, вы знаете, я все время говорю, что бездомный это всегда чей-то ребенок. Подумайте, до того, как пнуть... Хорошо сказано. До того, как пнуть, что он чей-то сын или чья-то дочь. Потому что никто, и мы сейчас четко видим по событиям в стране, ни один человек не застрахован от потери жилья, от потери денег, от каких-то неоплаченных кредитов, от тяжелейшего заболевания и от банальной, знаете, разводки. Когда у меня сейчас есть семья, которая отдала все свои сбережения, все, на покупку БАДов. Да, я понимаю, да, да, да. В обещании вечной молодости. И вот они у нас окормляются уже второй год. Это муж и жена, которым далеко-далеко за 80 лет они приходят. За сколько? За 80. Им пообещали... То есть, это старики. Да, совсем древние. Вот, а она не приходит, приходит он. Он приходит раз в неделю за продуктами, получает свою гречку, там, масло и так далее. И до сих пор потихоньку покупают у них эти БАДы только сейчас не за огромные деньги, а по одной баночке. Потому что... Потому что вот мошенникам доверяют больше. Люди бессознательно попадают в такие ситуации? Ну, вы знаете, в данном случае, думаю, что здесь уже и возрасты, какие-то возрастные изменения произошли, вот, и можно только пожалеть. И я удивляюсь, как нет никакого абсолютно контроля. Ведь не вызвалили же его специально прицельно по телефону, правда? Ведь он где-то увидел, он же сам позвонил. Значит, он прочел и увидел, конечно, и сказал, а вот можно у вас купить чудо-таблетки? Это распространенная ситуация? Да, достаточно часто случается. То есть людей разводят? Людей разводят, да, людей разводят. Их этих не лишили квартиры, да, чудом. Я так понимаю, следующая ступень? Ну, видимо, да, видимо, да. Понимаете, потому что он отдал все номера банковских счетов, наш юрист занимался тем делом. Они взяли все номера банковских счетов, на которые перечислять пенсии, и переводили вот в обмин вот на эти таблетки. Вот. Кто-то берет ипотеку сейчас. Потом вот эту чудовищную, я видела рекламу, срочные кредиты для медицинских целей. То я после вас поеду к женщине, которая голодает, которая взяла медицинский кредит, который надо отдавать. Многоодетная мать. Вот это все, что могу сказать, просто все, что знаю. Ну, вот такие случаи стали появляться. Закладывают квартиру, чтобы сделать операцию. Это при гарантированном, да, у нас. Казалось бы. Казалось бы, праве на медицинское обслуживание. Можно сделать бесплатно, но средне. Можно сделать за деньги, и хорошо. Вот как вы? Что вы, что вы выберете? Ну, понятное дело, что вы скажете, да, конечно. А денег нет, а платить надо быстро. Поэтому что же. Ну, и там есть такие, а они ничем не отличаются от продавцов вот этих БАДов. Ничем. Абсолютно. Когда они говорят, что грыжу можно ушить. Одним методом, да, бесплатно, но, наверное, разойдется. А можно поставить сетку за 75 тысяч рублей. Но быстро надо только делать. И, конечно, будут брать люди кредиты. Страна погрязла во лжи? Да. Да. Это я вам не про бездомных рассказываю. Я вам рассказываю, Юра, про малоимущих, которые получают у нас продуктовую помощь. Вот как они попали в такой ситуации. Они недалеки до момента, когда они могут очутиться на улице. Можно говорить, что они доверчивые, что там у них плохие дети. А что плохого в том, что люди наивные и доверчивые. Вот эта 80-летняя пара детей у них нет. Понимаете? У меня есть мужчина, который ездит, журналист ваш, коллега. Он очень долго доверял всем. А сейчас он не доверяет абсолютно никому. И живет на улице. Вот так сложилась жизнь. По подписанию часто я вижу, что он в новую газету сейчас иногда пишет маленькие статьи. Он живет на улице. Он живет на улице, он боится. Или в приюте, или на улице. Он боится. Он перестал доверять. Вот он всем, он доверялся. Потому что сейчас боится уже всех. Была попытка отобрать у него. Но вам же доверяют. Значит, еще не все потеряно. Вот как найти подход-то к этим людям? Ведь на самом деле это, Лиза, это же самое страшное, что может произойти у человека в его сознании. Разочарование в людях. Это же приговор. Но вы же как-то нашли? Как? Ну, он нашел нас сам. Я не знаю, как такие вещи объяснить. Знаете, я вам скажу... Это разговор, да? Я часто говорю, да. В основном это разговор. Это я очень часто говорю. У меня все больные любимые. У меня был самый-самый любимый больной. Очень тяжело больные психически и с онкологическим заболеванием. Об этом поговорим сразу после краткого выпуска новостей. Здесь, в реальном времени, доктор Лиза. 19 часов 17 минут. Это реальное время. Финам.фм. И сегодня у нас с вами в гостях Елизавета Глинка, доктор Лиза. Ваши вопросы на финам.фм. Там же идет и прямая веб-трансляция. Можете нас смотреть и слушать. Звоните в прямой эфир на 6510996, код Москвы 495. Лиза, так вот у вас есть клиент, да? Был. Был. Был больной. Вот к вопросу о том, как с людьми договариваться, да, или... Вообще в контакт вступать. Как вступать в контакт. Тяжелый был манией преследования и боролся с какими-то объектами, которые мешали, были напичканы в его квартире. Это часто встречается. Вот при этом, вот он имел несчастье, болел раком и таким скоротичной была форма у него. И умирал он быстро и очень тяжело. Вот, и поскольку все преследования были, а от нас с моим коллегой преследований не было, то вот он, знаете, как в детстве, мы играли в домики, в эти, прятались в одеялко, как в палатку. И вот он сел и так вот закрыл, как шторы. Я говорю, Толик, ну и так мне его так жалко стало. Думаю, господи, вот ему еще и 60 лет ему не было, да? Он всю жизнь борется с чем-то абсолютно, с тем, что не существует. Вся жизнь борьба. Вся жизнь ему была борьба и горе сплошную. Я говорю, можно я с тобой посижу под одеялком? Он так открыл и говорит, а я должен подумать, говорит. Он и закрыл обратно, потом говорит, ну хорошо, ну хорошо, посиди. Я сел с ним, а я говорю, слушай, ты никогда меня не пускал, полгода к себе ешь. Почему ты меня пустил? Потому что ты меня любишь? Он говорит, нет. Потому что ты мне веришь. Вот. Это дорогого стоит? Да, да. Вот он умер через несколько дней буквально, но я до сих пор помню. Это для меня, знаете, вот общение с ними, это такая постоянная школа. Вот, и поэтому с каждым бездомным надо, не каждый из них доступен. Особенно первое время они совсем дикие, опасные, агрессивные, освободившиеся бывают очень злобные. Какие-то у них свои, знаете, как соревнования. Вообще это другой мир. Вот. Но те, которые, в общем, обогреты, поступили в летнее время, весеннее время, то есть не сейчас, когда они не способны, господи, они ни на что не способны сейчас, их трясет им холодно. То, в общем, найти общий язык можно почти с каждым. Вообще меня вот так удивляют баталии в Думе, и, знаете, вот все, что я вижу, я очень редко смотрю телевизор, но там я читаю Твиттер, да, и Фейсбук. Я думаю, ну как можно договориться с абсолютно безнадежным психически больным, а здоровые люди не договариваются, а делают вещи ужасные, понимаете, потому что что насилие порождает? Ну что, ведь насилие порождает только насилие, больше ничего. Лиза, вы бронзовеете? Вот как вы себя охарактеризуете? То есть вы ведь не один уже год этим, сколько лет занимаетесь? Шесть. Шесть. Вот наверняка шесть лет тому назад Елизавета Глинка была вот одна дама, да? Ну вы понимаете, о чем я говорю. Через шесть лет вы, наверное, изменились? Ну это же невозможно находиться постоянно вот в такой плоскости жизненных обстоятельств. Знаете, я злая стала. Я злая стала, я более циничной стала. И я абсолютно, кстати, я перестала рассчитывать на помощь других, а помощь стала приходить. У меня был такой момент отчаянника, а я сказала, господи, я хочу забить на все. Ибо я буду, вот сколько я одна сделаю, столько и сделаю, потому что выше головы не прыгнешь. И вот только стоило мне об этом подумать, вот оттуда пришла помощь, оттуда пришла помощь, оттуда. И вот Лиза, вот это я буду еду приносить. Кто-то там конфет, сегодня принесли шесть огромных, не знаю кто, хочу сказать спасибо, если слушают. Шесть больших коробок шоколадных конфет. И сказали специально для бездомных. Мы принесем вашим малоимущим. Вот это раздать. Вот у меня девочки сидят в фонде и раскладывают в пакеты, как детям новогодние подарки. Шесть коробок дорогих. То есть вы часто и не знаете, кто вам помогает? Часто не знаю. Часто люди просто не называют. Я часто письма получаю, написано, доктор Лизе, Пятницкая улица. И они доходят, даже с нашей почты, Россия. Вот это так же бывает, что на коробках тоже написано, ДЛ, мои инициалы, написано, вот раздайте бездомным. Вот есть, вот. Ну это видите, еще раз повод такой, отчаяться нельзя никогда. Чиновники помогают? Ну я скажу так, чиновники, вот я боюсь, я даже боюсь, дайте тем их не будем трогать, не надо. Ну боитесь почему? Я боюсь, что они начнут мешать. Вот я всегда, я всегда, я всегда боюсь этого. Мешали? Да, да, мешали. А что имя руководство? Пусть путем сложных переговоров. Я развожу бездомных. Вы? Я, да, я говорю, я домой их отсылаю, я ищу. Я пыталась, в общем, договорить, но с ними, вот с кем невозможно договориться. Два года назад я забила на это, вообще не сказала, как хотите. Я никогда в жизни больше ни к одному. Больше не пойду. Просто, то есть, для вас бюрократии нет? Для меня чиновников нет? Да, а иначе невозможно жить. Вы тратите свое время. Я считаю, что я четыре года потратила на переписку с каким-то, вот как у вас аппарат, видите, стоит, который печатает чеки. Знаете, вот четыре года жизни, лучше бы я с бездомными их провела или с умирающими, или там связала бы что-нибудь, толку было бы больше. Я же писала письма, объясняющие необходимость больницы для бедных, необходимость реабилитации бездомных, необходимость гуманизации, очевидные вещи, необходимость того, что в Питере стоят, вот город добрее нашего, шесть пунктов обогрева. И вчера ночью час за часом открывались точки, где кормили, это страшные морозы такие же, где кормят бездомных и дают горячий бульон или там что они дают, я не знаю, да? А у нас нет ни одного пункта обогрева, это обычная салтатская палата. В Москве нет ни одного пункта обогрева? Ни одного. У нас есть приют, в котором вас катают на отпечатки пальцев, вот, есть социальная служба, которая может отвезти в ментовку для того, чтобы вас откатали у бездомных. Пальчики. Я поясняю слушателям, те, кто смотрит наш эфир, тот видел, что показывала Елизавета. Пальчики откатывают. Я бездомно спрашиваю, я говорю, откатали дальше, те, что делали, он говорит, ну, и вообще, я говорю, ты ушел сразу. Я говорю, то есть ты больше в социальную помощь не обращался? Он говорит, я больше туда никогда обращаться не буду. Я писала музыкантскому даже по этой теме, о незаконности проведения таксилоскопии. То есть человек идет погреться, а его в полицию и выкатать. Вот какая необходимость? Это единственная возможность, только идентифицируйте их летом или как-нибудь, да? Это не единственный способ вообще. Вы разочарованы в России? Вот в том обществе, в котором вы живете? Нет, мне грустно в России. И вот особенно сейчас, вот Рождество, это я знаю, что мои дети сегодня празднуют где-то Рождество, и меня с ними нет, мне стало грустно. Нет, я не разочаровалась. Ну, вот честно, стало грустно. Но эта грусть, она же не напускная. Она же реальная. Она абсолютно реальная, потому что, вы знаете, мы бьемся головой об лед, наверное, вот об этом, который сейчас образовался. Эти 30-ти градусные морозы. И все-таки я очень хотела, чтобы частные организации не были врагами государства. Понимаете? А сейчас именно так. И всегда об этом говорила, что мы делаем то, частные фонды, да, то, что вы, государство, ну, по каким-то причинам, ну, не любите вы бездомных, нет у вас денег на это, ну, по каким-то причинам сделать не можете. Не смотрите на нас, как на врагов, пожалуйста. И Медведеву я это говорила. Я говорю, правильно. И он говорит, правильно. И что? Все так же у кого-то арестующие там, все так же говорят в ЦАО мне. Говорят, ну, что ж ты не приходишь на наше заседание? Я говорю, а что мне там делать? Я что, в ЦАО работаю? Я что, чиновница? Ну, посидеть. Ну, вот, у нас, говорит, встреча наших добровольцев. У них наши есть добровольцы, а у нас, видимо, свои добровольцы, другие. То есть, вот, наши пути расходятся. У нас вся страна поделилась на наших и своих, да. На наших и своих, да, это случилось. И когда я говорю ему, послушайте, это такой есть Ковалев Тао, я говорю, а вот вопрос-то мой, вот три года назад я попросила палатку мне дать овощную, хотя бы, где их кормить могу. Я поставлю туда обогреватель, и они будут греться и есть. Я решила, нет, это решить невозможно. Но жалко, что вы не пришли, Елизавета Петровна. Вот такой у нас диалог. Не потерлись пятой точкой. Ну, в общем, да. А, не вожителях. Да. А вот объясните мне, пожалуйста, а чем отличается петербуржская публика от московской? Добрее. Вы сказали шесть, да, пунктов обогрева. Шесть вчера ночью специально вставала, проверяла, восьмой пункт будет открыт. То есть, они ставят, надувают или чего делают с этими, с палатками, я не устанавливала такие вещи. Вот, и они туда идут. Догоняют теплый воздух. Догоняют воздух, там стоит теплопушка, там стоит дежурный. Это у нас масса добровольцев, которые купят эти палатки. Это город покупает петербург, между прочим. Это же не добровольцы там делают, да? Добровольцы только там сидят. Вот там почему-то удалось найти диалог, то есть построить диалог между благотворительными фондами, которые помогают. И городской властью. То есть, они их не просят денег, они не берут, они просто им не мешают. Они говорят, нужна палатка, помогите. Они говорят, хорошо, мы делаем. И вот у них замерзнет, меньше, чем у нас. А у нас за четыре дня восемь трупов, шестнадцать обморожений, сто пятьдесят семь там госпитализаций. Вон на сайт Горздрава, прочитайте, сколько у нас за сутки, что происходит. Это которых нашли. Это же мы не говорим под платформой Ильича, серп и молот, то есть места, где они греются. Сколько там сейчас лежит трупов? Кто туда полезет сейчас? Никто не полезет. А я просто хочу понять, то есть то, что вы рассказываете, у меня вызывает шок, да? В чем проблема-то палатку поставить? Место разрешения получать. То есть вот благотворительная организация не может палатку поставить? Нет. Вот по своему желанию? Нет, нет. А городские власти на это не идут? Они нет, нет. Слушайте, я ничего не понял. Вообще в какой стране мы живем, мы не просто встанем в жилье. Больше того они требуют прекратить и кормить. Это хватит уже. Ну хватит. Можно шестой год кормить. Хватит. Не мешает. Лиз, подождите. То есть членовики вам предлагают... Мне предлагают прекратить этим заниматься. То есть не занимайтесь ерундой. Ну примерно так. Приходите на совещание. Их надо лечить. Я говорю, я положила 700 человек за 6 лет минимум госпитализировано нами в туберкулезной больнице. Столько-то в психиатрические, столько по скорой отправлено. Сотни отправлены домой. Ответ. Сейчас ты в этом биби-биби-выколку. Ну ты, сука, пиаришься. Ну вот пиаришься, сука. Это я тебе говорю. Я знаю, я чувствую. Потому что я вот... Продолжим после новостей. 19 часов 31 минуты. Реальное время. Финам. ФМ. Меня зовут Юрий Пранько. И напротив меня доктор Лиза. Ильзавета Глинка. 651099.6. Код Москвы. 495. Финам. ФМ. Наше средство коммуникации. На портале идет прямая веб-трансляция. Знаете, я давно понял, что в журналистской профессии уже давно не принято быть честным, порядочным, объективным. Но вот то, что вы сейчас вот до новостей рассказали, вот эти вот фразы, это чиновники вам отпускают вслед? Или они в лицо вам говорят? Ну, когда... Это когда... Нет, а пишут. Они мне пишут. А, они вам пишут. И вот прям так и пишут, сука, пиаришься? Хуже говорят. А, хуже. Из пяти букв есть слово тоже. Зачем вам это все надо? Ну, мне надо... Я люблю свою работу. А вот это мне точно не надо. Я вот в последнее время даже я, знаете, я терпеливая, очень, очень терпеливая. Вы как-то отвечаете? Нет. Нет, никогда. Никогда нет. Ну, типа, вы кобели там тоже взорвались уже? Нет. Со своими триллионами? Нет, никогда. Нет? Нет, нет, нет. То есть вы не опускаетесь? Ну, не то, что не опускаетесь, просто ни на одно оскорбление никогда я не ответила. Никакая жизнь. Почему вы стали у них костью в горле? Я ничего не могу понять. Ну, трудно сказать. Они бы радовались. Вы же выполняете часть их функций. Вы не просите у них денег, вы не просите ничего. Слушай, вот про эти палатки я до сих пор не могу понять. Вот в городе 20-ти градусный с лишним мороз, да? В Питере решили. Да. Ну, дальше мне пикалку надо поставить, потому что я боюсь просто выпустить из зоны русского литературного языка. Ну, что это за город? Не надо. Держи себя в руках. Я это понимаю. Ну, что это за страна? Город. Не страна, город. Город. Ты очень жестокий город. Вы хорошо относитесь к собственной стране. Вы патриот. Я патриот. Вы знаете, я получаю письма из Челябинска. Вы грустите, но вы патриот. И я получаю письма из Новосибирска от людей, которые сами помогают бедным, бездомным и малоимущим. Сами. И вот они пишут, а как это сделать? Как начать? Как вот можно разочаровываться? К какому чиновнику идти? Кто сразу ответит? Понимаете? Такие вот они. И, конечно, я отвечаю, не идите. И пишу, с чем столкнетесь? Вы столкнетесь с ненавистью. Я не знаю, откуда она. Чем она вызована? Вот я, честно, не понимаю. Вот не приходят же те, которые пишут или имеют счастье купить где-то мой телефон и присылать мне СМС с угрозами, с какими-то оскорблениями. Ведь ни один из них не скажет это в лицо. Понимаете? Чем они отличаются от чиновнику, который говорит, молодец, такое дело делаешь, молодец, молодец, молодец. Ну ладно, не будем трогать. Не будем, не будем. Корми. Не будем трогать? Не будем трогать, да, один, не буду говорить, кто он сказал. Не будем, сейчас, сейчас трогать не будем, не будем, иди, 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 молодец. Я просто хочу понять, вот интерес в чем, вот в чем, ну хорошо, добьют они. Да, господи, ну все, да и все равно. Ну что, добьют, ну скажут, вот тварь еще раздавили одну, а что, хватит пиариться. На наших-то, на бездомных. На наших? Да, потому что они-то знают, что с ними делать, а я нет. Я же, сука, их кормлю, я же даю одежду, одеяло, я же их там в общем вагоне посылаю, а их надо за 101 километр, раз, кастрировать, два, газовые камеры, три, в тюрьму всех, откуда вышли, четыре, резервация, пять, то есть предложение, которое оттуда выходит, они говорят, почему я для них, сука, потому что я не приемлю такие методы, потому что, ну... Это люди вот... Это люди пишут открыто, открыто, вот сейчас стало потихоньку скрывать, а все это есть в журнале, где пишут, что они не достойны жизни, мы достойны. Очень жестокое общество. Это очень жестокое. Вы знаете, я тут насмерть не буду говорить, какой партии, большой такой партии, большой очень. В Твиттере прочла чудовищные высказывания, вот то, что я вам сейчас повторила. Резервация, кастрация, убить их, вот уничтожить, понимаете? За 101-е. За 101-е, а самое главное, чтобы сделать так, чтобы их не было, любыми путями. Это политическая партия, зарегистрированная в Минюсте? Да. Больше того, это мужчина, который там не самый последний пост, он лауреат какой-то там вот их местной премии. Понимаете? Я зарекалась, не говорила, что я не могу, потому что я ему ответила, я говорю, вы что пишете? Ну разве так можно? Ну вот. У такого общества есть будущее? Будущее есть всегда, хотим мы этого или нет. Какое оно зависит от нас, правда? Ну то, о чем вы мне сейчас уже нашим слушателям рассказали, меня заставляет очень серьезно задуматься над тем, есть ли будущее. Мы его сами частично строим. Ну, посмотрите, у нас в Конституции написано «Социальное государство». Да, это вот этот вопрос, который я даже, правда, я даже ничего не понимаю, что творится. Я не понимаю, когда говорят, с одной стороны, бесплатное здравоохранение, у меня тысячи писем, которые говорят, не хватает, господи, на хлеб, потому что купила лекарство. Не хочу замены, дженерик не хочу, хочу настоящий. То есть даже право-то выбора отобрали у больного, выбрать не может, ешь, что дают, как в детдоме. Вот тебе дали и все, выбрать другого нету. Говорить в социальном государстве сейчас очень трудно. Один приют, приют, в котором снимают отпечатки, в мире нигде нет, нигде. Но мы впереди, в общем, по многим. Менять эту систему нужно, но не за стопи, не уничтожением бездомных, бедных и больных. Как? Давайте про бездомных вот только коротко скажу. Реабилитация их, они десоциализированы. Они больны, в первую очередь, все больны. Не орут, что ты их не гонишь на работу. Вы ноги бездомных видели? Я их каждый день перевязываю. Там я за кулак пролезает мой. Понимаете, как они ходят? И это мы говорим не про обмороженных, а обычных. Лечить кого от туберкулеза, кого от алкоголизма, кого от психических заболеваний, в первую очередь. А потом уже реабилитационный центр, где приучать их к работе. Понимаете, к бесплатной сначала за жилье, за кормежку. Очень нежно с ними разговаривать. Потому что, ну, вот вы попробуйте. Я часто говорю, попробуйте пописать в час пик. Казалось, никуда не пускают, а очень надо. Или покакать за мусорным баком на Павелевском вокзале. Получится? Сможете? Вот я не смогу. А у них нет выхода. Понимаете? И я не говорю, что они замечательные. Я говорю, что условия, в которых они живут, невыносимые. Совершенно непонятно, как мы с вами в этих условиях себя поведем. Потому что мы должны быть людьми по отношению к другим людям. Не надо мне писать, что это животные. Я вам уже сказала свою точку зрения. Можно с ней соглашаться, можно нет. Но поджигать, бить, пинать, желать смерти. Всем, кто им помогает. И им в том числе. Бьют, поджигают. Все продолжается. Все продолжается. А зачем? Это что, потеха такая? Вы знаете, я не знаю. Я спрашиваю, за что? Кто бил младняк, кто бил подростки, кто какие-то такие. Один толкнул, мешал. Я не знаю, что это такое. Дети. Это же дети. Подростки, да. Еще и менеджеры есть тоже, знаете, которые занимаются этим. И потом мне пишут о своих подвигах. Что я пнул твоего. А я пнул твоего? Твоего пнул, да. Так, говорит, пнул. Мало ему не показалось. Потому что он где-то не там сидел или не там лежал. Лиза, вы мне за эфиром сказали, что те люди, которые вам помогают, многие не выдерживают, да? Уходят многие. От работы с бездомным один на один очень трудная. Понимаете? Второе, знаете, какое? Я очень авторитарна сама по себе. И они ко мне привыкли. И когда кто-то приходит и говорит, да я с крупным опытом в психологии во всем, то мой бомж приходит и говорит, я, в общем, с тобой. А если ты занята, я приду завтра, и я, в отличие от тебя, свободный человек. И в пять. Я говорю, попробуй поговорить с человеком, попробуй здесь. Хороший специалист. Хороший. Он говорит, спасибо, не надо. Вот, и они уходят. Вот, те люди, которые остаются, они помогают другим. Они вот варят кашу, они распределяют вещи, понимаете? Вот, но работать на перевязках, работать с ними, это очень трудно. А работать на улице, вы сколько сегодня были? Я недолго. Вот. А мне в среду быть, и в прошлую среду я стояла два часа. А они стоят два четыре часа. И это очень тяжело. Поэтому не все выдерживают. Я заметил сегодня, когда был в метро, полиция не гоняет их, да? Слава вам. Или мне показалось? Нет, вам не показалось. Они вообще подобрели. У меня есть уже... Зато люди шарахаются так, что... Это правда. Вот. Это тоже. Не знаю, что... Понимаете? Вот, ну, жизнь цинична, да? И не мы этот цинизм придумали. Полиция однозначно стала к ним добрее и часто присылает, где мы их переодеваем, чтобы не шарахались. Этого можно достичь, если... Погиб их мойте. ...белье отправляю на метро Курское. Без этого у меня строго. Да? Да. То есть там помылочные. Там помылочные для них, да. К сожалению, не круглосуточные. Но у нас все ведь по часам в этой жизни, правда? Да, у нас помылка с восьми до двух. А после двух, если ты, извините, обкакался, ходи как есть, потому что больше негде. Было бы у меня вот место или какая-то такая вот, куда их можно запихнуть, да, для дезинфекции, я бы это сделала. Но я не имею права, потому что префектура ЦАО считает нестальсообразной. И волонтеры над ламовы? Не так много, не так много. Они просто переговорят, что, знаешь, я буду раздавать еду, или я буду раздавать одежду, или я буду перебирать лекарственные препараты, собирать конфеты для них и все. Вот. Непосредственно волонтеров, работающих с ними. Ну, у меня и требования. Я, например, не выношу, когда их ругают. Что ты столько ешь или еще что-нибудь. Если ты начинаешь осуждать своего пациента, либо ты устал, либо ты его не любишь. Вы относитесь к ним как к пациенту? Конечно. Конечно, это больные люди. Вот. А если ты устал или не любишь, значит, надо уходить. Много людей работают? Добровольцев. Вы знаете, что в картотеке у меня больше ста человек записано. И каждый делает свое крошечное. А по факту? То есть все в той или иной мере, да? Да, записано гораздо большее. А по факту очень много делают. Кто-то делает бесплатный сайт, кто-то печет пироги, кто-то отвозит лекарты, кто-то отдает мебель в малоимущую семью, кто-то еще что-то. То есть у каждого есть какой-то свой кусок, за который они отвечают. Я очень ценю их, потому что, знаете, это как жемчуг. Могу перебирать, потому что отсеивается. Люди из разных социальных групп? Абсолютно. То есть это не... У меня все социальные группы представлены. Ну, если богатые... От олигарха до соседки, которая живет на соседней улице и приносит мне... У ней болеет муж сильно, и она ему варит курицу, все, что они могут себе позволить купить на эти пенсии. А вот то, что он недоедает, она говорит, возьми бульон своим, дай. Вот, вяжут варежки, я ему говорила уже, носки вяжут. Чем могут? От олигарха до пожилых людей. До пожилых людей. Слушайте, ну, больше всего у меня журналистов. Больше всего. У меня нет ни одного журналиста, который не стал моим добровольцем. Это так интересно, но это факт. Я этот раз ценю его как приглашение. Ну, вы единственный, кто не стал. Все остальные давно работают. Да, доктор Лиза и Елизавета Глинка сегодня в реальном времени на Финам-ФМ. Вообще, конечно, страшные вещи, хотя вот последний тезис, который озвучила Лиза, он внушает оптимизм. Продолжим после краткого выпуска новостей. 19.47. Это реальное время. Финам-ФМ. И напротив меня здесь, в московской студии, наша радиостанция Елизавета Глинка, доктор Лиза. Эту часть программы мы традиционно проводим в интерактивном режиме. Напомню, номер многоканального телефона для звонков 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Финам.ФМ. Это наши порталы в интернете для ваших писем. Их огромное количество. Вот некоторые из них я зачитаю. Сергей Щелкова пишет, еще один способ развода людей процветает в мобильной связи. СМС с кредитами засыпали владельцев мобильных телефонов. Правоохранительные органы бездействуют. Ну, это вот реплика к той нашей первой части по поводу БАДов и той разводки, которая наблюдается в последнее время. Да и не только в последнее время. Олег пишет, страна погрязла во лжи. Это и констатация факта, и диагноз власти. Ну, в общем-то, доктор Лиза об этом и говорил. Она все-таки так более мягко формулировала, хотя в какие-то моменты и более жестко. Сергей пишет, это шизофрения, мания, преследование. Такими больными никто не занимается. В районе метро Юго-Западный в автобусе я видел одного такого больного, который из железной тарелки ел не очень качественную еду. Я так слегка отредактирую. Это правда? И такие случаи? Да, психически больные на улице. Так их лечить же надо. Надо. Надо их найти сначала, а потом лечить. А кладем в больнице? Конечно, кладем. Берут? Да. Берут? Да. Сложно. В психиатрическую положить сложно, через милицию обычно. Вот. Ну, да. Вообще, с медициной контакт, он налажен? Да. Ничего не могу сказать. И в психиатрические берут. Только через полицию, там, суицит или что-то. Много времени это берет. И по самоотекам берут. Берут. Я ничего не могу сказать. Доктор, добрый вечер. Как вас зовут? Алло. Добрый день. Добрый вечер. Меня зовут Мария, Москва. Я позволю себе чуть-чуть эмоциональной части. Я думала, что после вашего эфира некоторое время назад, когда из хосписа были люди, уже хуже истории не услышать. Спасибо вам за этот, за тот эфир, потому что теперь хоть хосписом можно помогать. Но сегодня это просто какой-то ошмар. Скажите, я пропустила первые минут 15 программы. Есть ли какая-то информация, чем можно помочь? Вот если у меня есть возможность какую-то еду привезти, какие-то одеяла теплые. Вот есть ли какой-то сайт, чтобы помочь? Да. Куда, как? Это у нас есть блог в живом журнале, который так и называется «Доктор Лиза». Вот и в Яндексе он сразу выпадает. И там я, как правило, пишу все, что нам нужно на сегодняшний день. Также у нас есть Твиттер и, в общем, Яндекс вам ответит, чтобы... Ну, то есть социальные сети. Да, все социальные сети. Обнаружить там «Доктор Лизу» легко. И, соответственно, выкладывается та информация, в чем нуждаются... Мы нуждаемся на сегодняшнюю неделю. Да. В эфире как вас зовут? Вечер добрый. Алло. Здравствуйте, меня Сергей зовут. Знаете, я хотел спросить у вашей гости, скажите, пожалуйста, а какая вот категория среди ваших подопечных, вот, людей, допустим, с уголовным прошлым. Ведь там же есть люди, которые пострадали от мошенников, допустим, от квартирных, от разного рода, да. А есть люди, вот у меня, я знаю, знакомые, которые еще в советское время сели, получили большие 40, вышли, вот, и ни квартиры, ни родственников. Вы спрашиваете, сколько у меня их человек? Ну, понимаете, не у нас, а вот именно, на ваш взгляд, среди этого контингента. 10-15% те, кто сели в советское время, да, 10-15% и которые вернулись никуда, в другую страну вернулись. Ведь сейчас стали выпускать тех, кого сажали в 90-е, вот, как раз сейчас пошли они, вот, они выходят, лишенные квартиры. 10-15% очень большой процент. Это большой процент, да, они, да, большой. Да, вы в эфире, как вас зовут? Алло. Алло, добрый вечер. Добрый. Сейчас одну секундочку радио выключу. У меня вопрос к Лизе, а такой вопрос еще. А скажите, пожалуйста, церковь, как это наше, помогает или нет? Простите, а как вас зовут? Меня Борис. Спасибо. Кто помогает мне? Церковь? Нет. Нет? Нет, у меня есть, Борис, у меня есть замечательный священник, один священник, мне помогает, который бесплатно, единственный, отпевает умерших бездомных. Вот уже три года. Вот, и вместе со мной их хоронят. А к другим не обращались? Обращалась за деньги. А, за деньги. Да, а этот бесплатно. Вот, вот тут он помогает. Вот, меня очень сложно выбить из колеи, но вот сегодняшний разговор, это из этой серии. Это замерзло. Да нет, мне не холодно. Понимаете, я, государство, мы цитировали, что высказывает. Юр, не надо, церковь ругать не надо, каждый делает свое. Я люблю бомжи, да, и меня за это не любят. Церковь, я против наездов таких. Вот, я считаю, что их дело крестить, причащать, отпевать. Ну, ну, нашла же я одного, вот, ну, никак не принимать. Да, это правда. Добрый вечер, как вас зовут, вы в эфире? Добрый вечер, меня зовут Максим. Да, Максим. Если позволите, немного попробую прагматично, цинично порассуждать по теме схожей, но не совсем той, о которой вы говорите. Вот, в принципе, можно, наверное, определенной больной логикой понять государство, которое не хочет вкладывать никаких ни денег, ни сил в больных, обездоленных, там, и так далее, потому что у них, вроде как, эффекта немного, вот с другой стороны, есть у нас, например, сложный такой конфликт, вяло текущий, или там, не вяло текущий, ну, в Чечне. Вот, у меня, скажем так, отец воевал там два раза, и, мягко говоря, кем он был до войны, и кем он стал после, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть, государство попользовалось здоровьем, человек потом взяло, и, с высокой слабой, на него плюнуло. Вот, насколько это правильный, вообще, подход, вот, применительно, в принципе, даже не только помощи, сколько к образованию новых людей, у которых нет ни возможности, ни средств, ни так далее. Спасибо. Сложный вопрос. Но, я думаю, у вас это однозначный ответ. Вы бы не занимались этим? Я не очень поняла, о чем он меня спросил. То есть, я понимаю проблему. Циничный подход в том плане, зачем тратиться на этих? На этих, когда есть другие. Вы знаете, что, Максим, и такие тоже есть. Больше того, я вам скажу, что двоих, воевавших в Чечне, я взяла на работу фонд, и они у меня работают за деньги. Вот, я прекрасно знаю, что две командировки в Чечне могут сделать у меня два охранника, оба тяжелые, с тяжелой контузией, один глухой, вот, у второго нету буквально четверти лобной кости. Вот, поэтому я прекрасно знаю. наверняка, есть люди, которые вкладываются в них. Если нету, должны быть такие обязательно. Но я делаю то, что я делаю. И среди моих бездомных тоже есть ветераны. Я не буду комментировать, это очень тяжело. Алло, добрый вечер. Как вас зовут? Алло. 65, 10, 99, 6, код Москвы, 495, финам.фм, наше средство коммуникации. Здесь, доктор Лиза, Елизавета Глинка, пишет, такое же отношение власти к детям, женщинам, пенсионерам. Они заинтересованы в том, чтобы мы все исчезли. Ну, я не думаю, что чиновники преследуют вот именно такие задачи, что ли? Да, я согласна. Им просто все равно. Им все равно? Им все равно. Там даже злоб. Это называется еще пофигизм. Ну, им все равно. Им неинтересно. Они заняты. Совещание опять-таки. мероприятия. Важные мероприятия. Мероприятия. Может быть, даже с благотворительным оттенком. Может быть. Вас как зовут? Вечер добрый. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Лиза, привет. Здравствуйте. Это Миша. А, Миша, здравствуй. Это наш доброволец. Звонит, который делает мне бесплатный сайт. Услышал тебя просто в пробке. Хотел сказать тебе спасибо и, в общем-то, просто поздороваться. Потому что давно не общались, скоро к тебе приеду. Спасибо. Очень приятно. Отличные. Вот такие люди доброжелательные все. Ага. Да? У меня добровольцы потрясающие. Это вот он довольно успешный бизнесмен. Он мне хочет подарить сайт на Новый год. Очень успешный парень. Очень. И вот этим занимается? Угу. Ну не все так плохо-то, в конце концов. Я же говорю, у нас страна разделилась на чиновников и нормальных людей. Видите, как вот... Может, это хорошо? Это такой естественный отбор. Это хорошо. Ну, это не очень хорошо для тех, кто зависит от чиновников. Понимаете? Мне это, в общем... А мы все зависим в той или иной степени. У нас государство такое. У нас в Конституции написано, что государство социальное, демократическое и много еще чего. Вот. Там это все записано. По факту этого ничего нет. Ну, может, они подобреют перед Рождеством. Я читала такую сказку детям своей. Вы верите в сказки? Да. Я в чудеса верю. Вы верите? Елизавета Глинка верит? Да, я верю в чудеса. Понимаете, что они подобреют? Скажут, Бронько провел передачу. Замечательно. Мы оставим его на следующий год работать. Продлим его контракт. На тебя, Глинка, трогать не будем. И ставьте свою палатку. Я скажу, счастливого Рождества. Позвоню тебе, я скажу, Юра. Все получили. Чудеса бывают? Чудеса бывают. Слушайте, потрясающе, конечно. Не, ну хочешь, вот в это время, новогоднее, рождественское, да? Ведь правда хочется верить. Верить в лучшее. В конце концов. И, кстати, невозможно же постоянно находиться вот в таком, знаете, стрессово-негативном состоянии. Конечно. Свихнешься сам. Да. Да? Да. В общем, они нормальнее нас в каких-то моментах. В каких-то моментах. Да, вот я этого ответа и хотел услышать. Они не заморачиваются. Их давно не волнуют чиновники, палатки, и они нашли какой-то там островок, где их спасут, там островок, где можно помыться, и все. И иногда, это люди, которые забили на бюрократию. Потому что нет документов, ну ничего нету от них. Они приходят, они говорят, они говорят, они говорят, мамань, ну поможешь сегодня, или я пошел. Ну там, в зависимости от состояния, я говорю, помогу, ну уж точно покормлю. Понимаете, вот они свободны. Если я не могу не задать тогда вопрос, счастливые это люди или несчастные все-таки? Трудно сказать. Наверное, как и мы с вами, давайте не делить их. С нашей точки зрения они очень несчастные. С их точки зрения, да, большинство из них считают себя несчастными, а есть вот блаженные, которые говорят, что, ну что же, вот такая жизнь. Такова жизнь. Такова жизнь, да, говорят, и что, а, перетерпим, а, бывало хуже, кто-то в тюрьме говорит хуже, кто-то говорит, что пережил такое в детстве, что уже хуже не бывает, и то, что вот сейчас нормально. Как-то очень, они же не одинаковые, бездомные, и бедные, они такие же, как мы с вами, у них разный характер. С наступающим. С наступающим. Доктор Лиза, реальное время, Финам.фм, после краткого выпуска новостей, итоги дня, сегодня выбрал 4 темы, будем обсуждать их, как с вами, так и с нашими экспертами, не переключайтесь.